Новейшие пожарные автомобили, техника для спасателей и водолазов – настоящий подарок для шумкенского департамента по чрезвычайным ситуациям. 31 пожарно-спасательную технику приобрели в белорусской компании – крупнейшем поставщике спецтехники для Министерства по чрезвычайным ситуациям Братской Республики. Различные модификации спецавтомобилей успели зарекомендовать себя в странах СНГ. Теперь они на службе и у шумкенских спасателей. «Мы постараемся организовать в ближайшее время мощную сервисную станцию для того, чтобы они служили долго и правильно. Пусть эти автомобили будут символом нашей дружбы, мостиком в наших отношениях, которые должны развиваться в такое тяжёлое и нелёгкое время». Главное и самое ожидаемое приобретение для пожарных – спецавтомобиль с коленчатым подъёмником высотой до 60 метров. Теперь шумкенские пожарные смогут тушить пожары и эвакуировать людей даже с 25-этажных зданий. «Раньше такой техники у нас не было на старых автолестницах. Бывало, что шланги прорывало. Сейчас они более надёжные, высокие. Мы можем близко к окну подобраться, чтобы потушить огонь и спасти людей. Кроме того, старые лестницы были неудобны для людей, чтобы они спускались. А здесь есть люлька. В неё одновременно вмещаются 5-6 человек». Вопрос с нехваткой спецавтотранспорта для спасателей в Шумкенте стоял остро. Департамент по чрезвычайным ситуациям был обеспечен им лишь на треть. Справиться с крупным возгоранием удавалось с большим трудом. Сегодня ситуация изменилась кардинально. «Это огромный вклад в обеспечение пожарной безопасности с города. Я думаю, что при дальнейшей поддержке Акмета в течение нескольких лет мы доведем оснащение техники до 100%. «Если крупные пожары, там, например, где-то нефтебаза или нефтеперегонный завод, если будет там пожар, крупный пожар, мы тогда действительно техники хватать не будем». Ключи от новой пожарной машины получил и Нурбек Таукеев. Среди своих сослуживцев он стал настоящей легендой. За 22 года работы ему приходилось тушить пожары самых различных уровней сложности. «Нас сегодня наградили сотрудников департамента по ЧАЭС от Акимата города Шумкент новой техникой. Это очень большой праздник для нас в честь 25-летия создания органов гражданской защиты. Я даже не могу словами выразить, как говорится, ту радость, которую нам оказало государство. С Братской республики Беларусь был заключен контракт на поставку техники в город Шумкент, где Акиматам, как вы видите, предоставлена новая, современнейшая техника». На приобретение спецмашин из городского бюджета было выделено 4 миллиарда 300 миллионов тенге. Большая часть из них – пожарные автоцистерны емкостью воды до 8 тысяч литров. Закуплены несколько единиц спецтехники для спасателей, которые вызволяют людей из снежных заносов, и водолазов, которые ищут тела утонувших порой несколько дней. «Вся кузовная настройка выполнена из усиленного армированного стеклопластика, которая не подвергается коррозии. Мы знаем, что там есть вода, это коррозия. То есть, на эту настройку завод производит 10 лет гарантии. Это, несомненно, очень большой плюс. Имеются также свои какие-то новшества в этом автомобиле. Также те же самые удобные сиденья с креплением дыхательного аппарата, спусковой механизм для пожарных автолестниц. Это немаловажно для пожарных. Вот. Все это новинка. Мы знаем, что немало происходит у нас этих крупных пожаров. Для его успешного тушения необходима бесперебойная подача воды. Не всегда получается так, что возле объекта имеется какой-то пожарный гидрант или водоем. Поэтому данный автомобиль специально предназначен для этого. У него имеется 2 километра пожарных рукавов. То есть, на отдаленности до 2 километров он может, допустим, с водоема, с речки забирать воду и к месту пожара производить бесперебойную подачу. В юбилейный 25-й год образования органов гражданской защиты восьмерым сотрудникам, которых по праву можно назвать героями, вручают благодарственные письма от имени Акима города Шумкента. Анастасия Новикова, Ирлан Бексаидов, Ербул Кушаналиев, Информационная служба телекомпании «Отрар».